Российская пропаганда гордо отчитывается о невероятных успехах наступления. Сеть переполнена вот такими картами захваченных территорий. Почти вся Черниговская, Сумская, Харьковская, Луганская, половина Донецкой, Запорожская, Херсонская и Николаевская области сплошь закрашены. Это якобы означает тотальный контроль россиян, а красными штрихами обозначают зоны боевых действий. А тут фантазиях пропагандистов и вовсе раздолье. Мол, с дня на день возьмут еще треть территорий. Итого доверчивые россияне могут поверить, почти половина Украины уже в их руках. Вот только это наглое вранье, что легко проверить даже по открытым источникам. Истинная военная карта выглядит вот так. За почти месяц войны вторая армия мира смогла подчинить только отдельные дороги, примерно 10% украинской территории. А все фейки призваны скрыть от россиян страшную правду. На самом деле провалился не только первый план Блицкрига, но и дальнейшее полномасштабное наступление. Ну, надо же как-то оправдывать слова самого Путина. Военная операция идет в строгом соответствии с графиком, по плану. Все поставленные задачи успешно решаются. А на самом деле войска застопорились, потеряли наступательный потенциал, запасы боекомплекта и продовольствия. И вынуждены перегруппироваться, подтягивать ресурсы, окапываться. Каковы реальные успехи российской армии и почему их так тщательно скрывают? Смотрите дальше. По государственному телевидению вам этого не покажут. Разберем вранье шаг за шагом. Во-первых, об успехах на заштрихованных территориях, ну то есть где якобы идет наступление, можете забыть сразу. Это пустые фантазии. Смотрите, якобы идет широкомасштабная атака российской группировки из Приднестровья. И сразу на треть Одесской области. Ложь. Вот видео из города Балта. Он почти на границе. И все спокойно. Да и атака с Приднестровья невозможна в принципе. Там стоят всего лишь около трех тысяч российских солдат без опыта боевых действий. Есть только один артиллерийский дивизион, танковый батальон, батальон пехотный. Остальное обеспечение и обслуживание. У них очень низкий боевой потенциал в плане огневой мощи. На Киевщине якобы наступают аж на Белую Церковь. А на самом деле россияне наглухо застопорились еще в районе Житомирской трассы под Киевом. А это почти 90 километров от Белой Церкви. И там тоже все спокойно, как видите. В Белой Церкви продолжает курсировать общественный транспорт. Люди выходят на улицы и начинают полноценно работать. Фантазия пропагандистов войска уже почти достигли Полтавы и Миргорода. Опять же, в реальности зависли под Харьковом, а это в 150 километрах. Потому свободна и большая часть Харьковской области, и восточная часть Днепропетровской. В Кремле врут, что фронт проходит уже почти возле Славянска, а донецкая группировка ВСУ чуть ли не окружена. А вот на самом деле наступление остановлено еще под Изюмом в 50 километрах. Атака на Кривой Рог, который, судя по картам, уже якобы и окружен, захлестнулась еще неделю назад. Сейчас там спокойно помогают армии гуманитаркой. Это шишку? Да. А это вам? Да вы еще попробуйте окружить Кривой Рог. Город простирается в длину на свыше 100 километров. О захвате Первомайска и прочих городов Севера Николаевщины и речи быть не может. Ведь русские колонны уже давно разгромили еще под Вознесенском, который ощутимо южнее. Ну и Одесса, которую тоже якобы завоевывают, давно превратилась в заминированную крепость. И там уже несколько русских кораблей ушли в известном направлении. Ну то есть на дно. И сейчас там мирно. Нельзя верить картам даже якобы полностью захваченных РФ территорий. Вот этим сплошным красным областям. Может показаться, что война идет как в Великую Отечественную. Сплошной фронт длиной сотни километров окончательно берет под контроль целые регионы. А в захваченных городах обустраиваются надежные гарнизоны и тылы. Но эта война совсем иная. Действуют небольшие разрозненные силы, которые контролируют в лучшем случае дороги. Большие города вроде Сум, Чернигово, Конотопа до сих пор не взяты. А потому даже на якобы взятых территориях российские войска в опасности. Сейчас мы вот видим кадры как раз по селу Билка, откуда мы выбили врага. И дальше будем работать в том же направлении, чтобы освободить город Тростянец. Согласно картам, город уже давно захвачен и в глубоком тылу российской группировки. Так что же это за контроль такой, если одним махом разбивают сразу 28 единиц техники? Так мало того, кремлевские войска регулярно бьют даже возле самой границы с Россией. А значит, ВСУ спокойно проникают на якобы захваченные земли. Ведь чтобы действительно контролировать все эти территории в условиях жесткого неповиновения украинцев, нужны огромные гарнизоны буквально в каждом глухом селе. А таких сил у России и в помине нету. Даже в единственном захваченном облцентре, Херсоне, о контроле могут только мечтать. Там не утихают невероятные проукраинские митинги. Теперь вы понимаете, насколько вам врали. А что если Путину на стол кладут такие же вымышленные карты? Что если ключевые решения в стране принимаются, исходя из фантазий? Это значит, Путин ведет сотни тысяч россиян на верную гибель. И его нужно остановить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова